Продолжение следует... Продолжение следует... Расскажу особенно интересную часть, это легкие и тяжелые сигареты. Почему же запрещено писать на пачках легкие. Расскажу, как курить так, чтобы было менее вредно. И расскажу про новые технологии, которые у нас в будущем появятся в вопросе табакокурения. Перед вами лист табачного растения. Чтобы вы понимали, существуют разные сортотипы. Существуют основные для Верджиния и Берлей. Вот здесь вот лист Берлея. То есть это вот такие вот большие достаточно лопухи, которые в итоге воздают вашу сигарету. Бывает, конечно, табак, например, сортотипы Восточный, у которого листы совсем небольшого размера. Продолжение следует... Вот так выглядит примерно табачное растение, как раз-таки сортотипы Верджиния. То есть это пуст, который достигает до 2 метров в высоту. И каждый лист, каждый уровень листа имеет определенные свойства. То есть разные по количеству никотина, разные по количеству веществ, которые остаются в итоге в зале после сгорания. Разные по вкусу. И уборка тоже зависит от размера самого растения, от размера листа. Табак убирают иногда по листовую отщипку, производят иногда прям целым растениям срубают. Существуют комбайны, существует ручная сборка. То есть это целая большая наука именно по сбору и выращиванию табака. Что касается условий произрастания, то табак наиболее привычен. Ему лучше всего расти в песчаных и глинистых почвах. Конкретно в России, даже на юге, не очень подходящие для этого почвы, они слишком хорошие. Наиболее удобное место для выращивания табака в России это Крым. Там почву позволяют. А так вообще в принципе в мире выращивают практически во всех достаточно жалких странах. То есть Китай, Таиланд, Африка, Южная Америка, страны бывшего СССР. То есть и в Молдавии, в Казахстане, в Центральной Азии все это выращивают. Ну вот России не повезло или повезло с агротехническими условиями. Прошу следующее. То, почему табак в принципе завоевал такую популярность, нужно вот это вот вещество. Оно называется никотин. Синий шарик, соответственно, это азот. Все остальное это углерод и водород. Вот это вещество вызывает кратковременный быстрый прилив адреналина и вызывает кратковременное возбуждение. Несмотря на то, что по ощущениям курильщика, наоборот, кажется, что это расслабление. По факту, резкий прилив адреналина и со временем, говорим, замещает гормоны счастья. То есть человек почему привыкает к этому веществу? Потому что каждый раз, когда он покурил, он чувствует пополнение тех самых заменителей гормонов. Поэтому бросить курить это достаточно трудное занятие. Следующий этап это хотел рассказать вам об истории табака. Дело в том, что табак известен уже достаточно давно. То есть самые древние раскопки показывают, что около 6 тысяч лет назад, практически сразу, когда человек пришел через Берингов перешелик, тогда еще, люди тогда уже начали знакомиться с этим растением. Если первоначально его использовали в качестве таких вещей, как культовых, то есть трубка мира, например, да, это то, что нам достаточно известно. В частности, культовых вещах использовался табак, им окуривали для принятия каких-то решений. Это было известно, и дейцам майя, и дейцам Северной Америки, и Южной Америки. Также использовался при врачевании. Табак считался достаточно сильным лекарством, как позже и в Европе, немного позже, после открытия, следующий кадр. Вот эта гравюра повествует о первом зафиксированном документально курильщикам из Европы. Это был капитан корабля «Нинья» из команды «Колумба». Один из первых, кому понравилось, потому что действительно курение в том виде, в котором преподносили тогда индейцы, это была очень-очень такая процедура, которую можно было выпрямить легкие. Но, тем не менее, этому мужчине очень понравилось. Вот на этом гаде изображена сам факт передачи табака. И он был одним из выживших, вернулся домой, и сразу стал в своем городе маленьком пропагандировать это замечательное занятие, как курение. Но никто не ожидал испанской инквизиции. Его сразу же посадили на 7 лет. Дело в том, что по духовным представлениям того времени считалось, что сатана проникает в человека через дым. И после отсидки 7 лет в казематах испанской инквизиции, первое, что он сделал, он закурил вновь. Но к тому времени за 7 лет уже немножко Испания привыкла к такому явлению, как табака, курение. Вот, можно здесь все слайд. Ну и в дальнейшем, в ближайшие 100 лет, то есть, если в Европу первый табак попал в 1496 году, сразу после возвращения Колумба из своего путешествия, то в дальнейшем он стал идти достаточно быстро по Европе. То есть, вот мужчина слева, это посол Франции и Португалии, который очень... его звали Жан-Нико, или Никот. В честь него, собственно, названо растение, латинское название табака, это Никотиана табака. Род всех табаков, это именно Никотиана. Он привез во Францию, к своей королеве, это растение, показал, как курить, и быстро это захватило умы всех высших слоев населения во Франции. Ну и дальше стала распространяться по остальной Европе. Мужчина справа, это Волтер Райли, это фаворит королевы Елизаветы Первой, английской. Тоже пристрастил ее к курению, и все ведьможи стали подражать королеве, стали всячески поддерживать ее, начинать. За период с 16 по 20 век табак переживал череду популяризаций, запретов, видоизменений, то есть потихонечку он проникал во все страны, в том числе и в восточные страны. Здесь, например, картина 17 век, голландцы, голландцы расслабляются и покуривают табачок. Можно дальше. Вот, это тоже голландская гравюма, которая показывает, что табак проник во все практически слои населения, и был популярен в дезьях. Также это не... Также это коснулось восточных стран. В частности, в Турции, например, тоже было очень популярно табакокурение. У них были прекрасные трубки, вот такой дыны, с которой грузился табак. Ну, теперь вопрос, при чем здесь Крым? Дело в том, что к 19 веку наиболее популярным в Европе способом курения табака было использование листа большого, красивого, ворваный табак, засовывали, закручивали вручную, либо при помощи специальных машинок, и делали такие аналоги маленьких сигарет из листов, обернутых табаком. Но во время Крымской войны, в середине 19 века, не у всех солдат было вовремя в наличии большие красивые листы табака. Некоторые хитрецы додумались использовать старую газету. Оказалось, что курить вполне возможно, и этими лицами оказались турки и русские, и тогда англичане и французы заметили у своих соперников, у своих товарищей по фронту эту интересную вещь. И буквально через несколько лет уже в Франции, в Париже, открылась первая табачная фабрика по производству именно сигарет. Это были, прежде всего, ситровые сигареты, использовали специальные бумаги, которые не оставляли много пепла, они сильно пахли. То есть, действительно, если использовать обычную бумагу, там, офисную, формат А4, то ощущение прикуления будет совсем не то, как использовать сигаретную бумагу. Вот, вот я следующий слайд. Со временем, за середину 19 века и до 30-40-х годов происходило очень большое видоизменение сигарет. Дело в том, что повышались производственные мощности, появлялись новые способы производства, массовое производство, появилось конвирное, появлялись новые способы упаковки. То есть, мягкие пачки изначально были, потом появились твердые пачки. То есть, вот, например, один из первых постеров сигарет Мальбора. Изначально Мальбора были выключенными сигаретами. Известный факт, что поначалу для того, чтобы скрывать помаду, следы от помады, фильтры были покрашены в красный цвет, чтобы не было видно, как девушки куляли. Но в какой-то момент произошла полный разворот вообще маркетинга. И они стали позиционироваться, как мужские сигареты для суровых мужиков. Вот. К 50-х, да, да, наконец-то. К середине 50-х сформировалась сигарета в таком виде, в котором мы ее знаем. То есть, это фильтр. То есть, долгое время ученые, и не только ученые, любители подходили к тому, чтобы сделать правильный фильтр. Просто мундштук не обеспечивал каких-то хороших ощущений, можно было хорошо обжечься. Либо это было очень дорого в изготовлении. Подбирались разные фильтры, подумали о том, чтобы использовать, например, кокосовую стружку, именно внешняя часть, вот эти вот волоски, они тоже прекрасно фильтруют. Были созданы, использовались бумажные фильтры, использовались фильтры из пробкового дерева, соответственно, похожие на пробку, постановку. Но в итоге ученые и производители сошлись в том, что наиболее выгодный с точки зрения экономики, с точки зрения вкуса фильтры, именно ацетатные, которые наиболее популярны в наше время. Я немножко позже расскажу про него подробнее. Хотел сказать, что в принципе есть технологии, которые позволяют производить дешевые фильтры, которые фильтруют абсолютно все. Я видел, если человек затягивается таким фильтром, он выдыхает пустой воздух. То есть смысла в таком курении тоже нет. И вот, соответственно, нашли определенный компромисс и по цене, и по технологии, и по ощущениям для курильщика. Сейчас последние слова, и переключаем. После 50-х годов произошел бум страшнейший сигарет. Дело в том, что можно было купить достаточно дешево, любой желающий позволил себе это. И с каждым годом практически происходило удвоение потребления мирового. На сегодняшний день, можно следующий? На сегодняшний день за 2014 год выкурили в мире 5,8 триллионов сигарет. Я даже не хотел ныли писать, не помещалась к этой презентации, потому что это огромное количество. Да, или в России всего 310, кажется, всего 310 миллиардов. Но на самом деле это означает, что на каждого взрослого человека в России старше 14 лет, даже не 18, а 14 лет, в день приходится по 6 сигарет. То есть каждый из вас уже выкурил 3 сегодня и закурит еще 3 после. То есть если я не курю, то кто-то уже выкурил 12, да? Именно так. Кстати, можете поднять руку, кто из вас курит? 1, 2, 3, 4. О, какая выборка нестатистическая. Дело в том, что по статистике примерно 50% мужского населения России старше 18 лет курят примерно 30% женщин. Для того, чтобы представить вообще, что такое эти 8 триллионов сигарет, ну, все, я думаю, знакомые с «Игрой престолов», с этим замечательным произведением. Все знают, что на севере есть стена высотой 300 метров, прошу прощения, 200 метров, толщиной 15 метров. Вот этого годового объема хватило бы, если мы выкладываем сигареты однако одной друг на друга, то этого годового объема хватило бы на 10-ти километровый участок стены. Можно следующий кадр разы заплетать. Вот. Примерно так. Если говорить про достижения российской табачной промышленности, то можно следующий кадр разы заплетать. Вот. То у нас, конечно, поскромнее, 310 миллиардов, это все-таки не 5,8 триллионов, это 5% вот этого количества, но тем не менее, если те же самые сигареты уложить на улицы Большой, Садовой по проезжей части, то получилась бы стена из сигарет высотой 70 метров. Помнишь, следующий кадр. Примерно вот так вот здесь смотрелся наш город с вами. Вот. Что еще по этому вопросу хотелось сказать? Ну, давайте следующий кадр. Вот. Почему табачное производство такое выгодное? Сейчас я вам об этом расскажу. Дело в том, что это очень-очень сложные технологические процессы. Хотел бы в эту презентацию включить небольшое видео, чтобы быстро-быстро осветить все технологические процессы, но это получается 15 минут чистого времени. Поэтому по времени не получится, я вам вкратце расскажу. Вот это, соответственно, высушенный, спрессованный табак. В таком виде он поступает на табачные предприятия, где происходит смешивание и создание табачных мешек. В табачную мешку входит в норме от 10 до 25 сортов табака. То есть, в каждой сигарете можно собрать кусочки практически со всего мира. Это и Бразилия, и Америка, и все что угодно. Дальше можно в следующий слайд. Это как раз таки восточный табак совсем небольшого размера. Для того, чтобы все понимать, что очень много мифов ходит про то, что сыпят сено, сыпят стружки какие-то и прочее. Это могу сказать вам неправда. Был на местных табачных фабриках, сам это все видел. Может быть, конечно, в некоторых подпольных сыпят стружки, это совсем не так. То есть табак подвергается такой технологии, так называемому экспондированию или расширению. Используются для этого разные технологии. Например, одна из прогрессивных, когда табак заливается жидким углекислым газом, внутри него образуется лед углекислый. После того, как его резко нагревают, этот углекислый газ расширяется, расширяет все клетки именно органического соединения и вылетает наружу. Таким образом, из маленькой сплющенной клетки табака получается большая пышная. Либо другая альтернативная технология, одна из многих, когда табак преднамеренно увлажняет достаточно большие влажности, а потом резко обдают горячим паром острым и вода расширяется по технологии попкорна, так скажем, увеличивается объем, который занимается табаком. Показать успехи этой технологии можно очень просто. Если в 30-40 лет назад средний вес табака в одной сигарете было около 1 грамма, то сейчас он в два раза меньше. Это мы говорим только о сигаретах одного размера. Также дальше в состав табачной мешки входит такая вещь, как взорванная жилка. То есть если вы помните на первом кадре вы видели вот такой лист, представляете какое у него черенок. Естественно это достаточно толстая такая штучка. Вот это высушенная табачная жилка. Ее удаляют отдельно из листа и прорабатывают в отдельной линии. Говорить о том, что это какая-то подстава или что-то засыпают, нету, нету, нету. Это та же самая часть табачного листа. Просто в силу ботаники этого растения в ней содержится меньше никотина и сигареты с жилкой они немножко легче с точки зрения получения никотина пурильщиком. Плюс за счет того, что она толще чем стандартная пластина листа технология переработки немножко другая просто в силу технологических особенностей. Жилка дело в том, что подвергается вдрывается гораздо лучше. То есть если табак у него клетки расширяются в зримых пределах примерно в два раза то жилка реально разрывается как поп-корн. Вот следующий кадр следующая часть это тоже часто обвиняют табачников в злостной подделке это так называемый восстановленный табак. Дело в том, что при переработке вообще на всех этапах табака образуется большое количество табачной пыли. Конечно кто-то ее использует как удобрение такое тоже применение есть, но есть более благородные способы. Соответственно наиболее популярная технология это создание табачной бумаги с табачной пылью. То есть по факту берется целлюлоза древесная в нее высыпается табачная пыль и производится табачная бумага. То есть в принципе компоненты все те же что и в обычном табачном листе. Он точно так же состоит и с целлюлозой и тех же компонентами. Добавляется его не так много он появляет горючести ну и соответственно немножко дешевле чем обычный листовой табак. В итоге табачная мешка получается примерно такого вида. То есть если можете выйти отсюда то есть вот эти вот белые это взорванные кусочки табачной жилки. В принципе практически во всех сигаретах она присутствует но это никак не говорит о том что сигареты становятся жилки. Опять же стоит добавить что ну 98% сигарет производимых в России на них наносятся дополнительные вещества распыляются вещества которые необходимы для комфортного курения. Это не только не как часто говорят что это очевидно нет на данный момент сигареты очевидно не добавляют. Одним из составляющих например является глицерин сорбетол пропиленгликон это те вещества которые обеспечивают удерживание влаги в сигарете дело в том что из этих веществ сигарет очень быстро высохнет и удовольствия от курения не будет никакого будет просто драть горло тем более также доносятся автоматизаторы и так называемые соусы которые скажем так создают вкусовое ароматическое направление но тем не менее есть сигареты и без них например в советском союзе больше всего использовалась так называемая восточная мешка она не подразумевает наличие каких-либо ароматизаторов то есть стоит понимать что ароматизаторы добавляются не только в те сигареты которые имеют явно направленный фруктовый аромат то есть в принципе сигареты классического направления почти всегда имеют себе в составе ароматизаторов ацетат важная часть также сигареты это это фильтр ацетатный это волокно переработанная целлюлоза выглядит здесь вот можете здесь увидеть вот из таких больших тюков по 500 кг то есть это куб полтора на полтора на полтора метра в котором содержится несколько тысяч километров вот такого жгута его особенность в том что с присобанным видео он будет примерно вот так вот мужчина растянул но если его немножко подергать он становится похожим на вату на него в дальнейшем разбрызгивается специальное вещество пластификатор которое позволяет ему затвердеть безопасное пищевое вещество можно здесь считаться в итоге получается такая вещь как палочка она впоследствии левится на 4 либо на 6 частей и автоматическим способом присоединяется к сигарете вот здесь поописано устройство сигареты то есть хотелось бы сказать что не только в саму сигарету но в саму упаковку в целом идет более 25 компонентов производящихся в разных местах начиная от пленки разрывной ленточки фольги секретных бумаг отдатковой бумаги самая интересная теперь та часть которую я очень люблю рассказывать всем знакомым так скажем неизвестная обыске это за счет же чего получаются сигареты одни легче другие тяжелее ну скажем полновкусные легкие сигареты дело в том что как раз таки в 60-х придумали такую вещь перфорация перфорация когда человек ладно это чуть-чуть позже скажем так что ходит такой миф который я очень много частно атакаюсь в интернете что легкая версия сигарет это означает что туда больше добавляют соломы нет это ложь мешка как правило 99% случаев для сигарет полновкусных более легкой версии всегда одна и та же отличается только сама конструкция сигареты в остальном есть конечно разные способы регулирования то есть изменения длины фильтра изменения плотности фильтра но наиболее действенный эффективный способ которым пользуются все производители сигарет это нанесение перфорации на нашем сленге это называется вентиляция можно в следующий раз вот соответственно при наличии перфорации для сравнения тяжелая легкая сигарета при наличии перфорации через нее засасывается воздух в случае если человек затягивается при тяжелой сигарете всякий раз когда человек затягивается он получит весь воздух поступает ему в легкие вот теперь хотелось вам самый интересный самый сложный момент можно ли распространить вот согласно средним замерам длительность затяжки стандартного курильщика в очень среднем случае 2 секунды объем 37,5 кубических сантиметров и пауза между затяжками 30 секунд то есть подразумевает что мы все с вами кто курит курит таким образом теперь представим что будет происходить если мы с вами затягиваемся сигаретой полновкусной мы с вами протянули 27,5 кубических млитров воздуха кубических сантиметров прошу прощения и сгорело соответственно столько табака сколько полагается для такого объема после этого мы с вами делаем 30 секунд и провел и вот эта синяя зона показывает тот табак который стоял в свободное время от затяжки после этого мы с вами снова затягиваемся снова сгорает объем табака который соответствует 27,5 кубических сантиметра воздуха и дальше то есть дальше таким образом мы с вами выкурили сигарету получилось примерно 4,5 затяжки сейчас эти цифры очень примерные по разному совсем бывает полных затяжки теперь что происходит если мы с вами закуриваемся легкой сигаретой дело в том что если предположим что половина воздуха у нас поступает через горящий конец сигареты половина воздуха проводит через перфорацию о чем это говорит то есть у нас дым получается смешивается на 50% разбавляется воздухом свежим поэтому ощущение гораздо легче кажется что практически не затянутся совсем меньше нащипания от плата и всех этих эффектов именно от никотина но тем не менее сгорело совсем немного то есть в два раза меньше сгорело предполагается что пауза между такими затяжками тоже 30 секунд опять табак самостоятельно сгорел следующий этап мы опять с вами затягиваемся получается что за две затяжки мы втянули в принципе столько же только сгорело табака за счет свободного горения сигареты без затяжки гораздо больше если посчитать суммарно то здесь получается половина 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 то есть мы с вами сделали всего какую-то полную сигарету по факту поступило два две с половиной полных затяжку тогда как здесь уже три с половиной а все только за счет дырочек скажем так и поэтому здесь кроется небольшая ловушка тогда человек ну-ка решу я меньше себе вреда нанести и буду покупать себе легкие сигареты покупает человек легкие сигареты начинают затягиваться и понимая что как-то не хватает никотина с первого режима начиная затягивается еще сильнее и сильнее и действительно в таком случае сигарета носит ровно такой же вред как и полновкусная то есть если взять полновкусную сигарету и затянуться выприть ее в одну затяжку вы получите условно говоря 25 миллиграмм никотина если вы выприте легкую сигарету точно так же за одну затяжку выкуриваете у вас в два раза больше времени на эту затяжку, но получите вы ровно столько же никотин. Поэтому, если вы покупаете сигарету, условно говоря, единичка, и не накуриваетесь ей, пытаетесь еще сильнее, сильнее, сильнее затянуться, то эффекта от этого никакого. Считайте, что вы купили себе такую же полновкусную сигарету. Именно, что касается вреда. Поэтому здесь есть некоторые трюки, например, прикрыть пальцами или зажать губами, протереть себе мою прокурацию, если вам хочется сделать сигарету полегче или потяжелее. Если хотите полегче, то можно всегда проколоть фильтр, например, ручкой или, в конце концов, просто его отопать, если совсем хочется получить много ощущений. Также гораздо, скажем так, экологический букв. Более здоровое курение – это когда человек курит на ветру, потому что сигарета клеит сама гораздо быстрее, и вот эти паузы гораздо больше. Ну что, прошу себя за счетами. За последние, в принципе, несколько десятков лет, даже за последние десять лет, произошло очень много вещей, которые в корне меняют облачную промышленность, которые, скажем так, нововведения, которые появляются. То есть уже ставший многим привычным, так называемый, рецесс-фильтр, она вот, ну что-то, технологии для его производства появились только в середине девяностей. Дальше сигареты развивают сейчас очень сильный тренд на экологичность и на развитие именно с точки зрения экологии и зеленого производства. То есть сейчас производит вот такая крайняя мера, когда в каждом фильтре закладывается маленькое зернышко, которое прорастает после того, как сигарета выкурена. Или же сейчас производители рекомендуют использование полипропиленовых пленок, которые распадаются, то есть там уже не совсем полипропилен, а, скажем так, органически распадающиеся пленки, органически распадающиеся фильтры. Фильтры, даже от фольги сейчас, которая уже привычно курильщику, уходят некоторые производители в пользу бумаги, которая тоже была достаточно быстро разлагана. Можно, если я считаю? Можно, если я считаю. Вот. В части упаковки тоже огромное количество сейчас появляется нестандартных упаковок, то есть, особенно в этом не успели китайцы. Если вы когда-нибудь будете в Китае, если вы будете в Китай, то будите внимание, и сигареты, которые они курят. Дело в том, что у китайцев по дизайну просто какой-то маленький визит по поводу голографичности. У них все сияет, все ворцает, звездочки, птички. То есть, подходишь к табачному стенду, можно ослепнуть от той красоты, которую там вы видите. Можно дальше. Вот. Ну и, конечно, сейчас все больше и больше набирают альтернативные способы употребления даже не табака. Сейчас электронные сигареты завоевывают мир с каждым годом все популярнее и популярнее. Стоит сказать, что в Англии в прошлом году словом года было признано слово vape, означающее курить электронную сигарету. Ну а что нас ждет в дальнейшем? Все будет зависеть, конечно, от законодателей, потому что очень сильно они влияют на производство. И будет зависеть от того, как ученые всего мира к чему придут. Потому что действительно, скажем так, сфер развития очень много. Громадные центры по разработке по всей его миру расположены и производят самые-самые разные вещи. То есть количество видов фильтров за последние пять лет увеличилось в разы. То есть, например, никто не мог подумать, что будет возможно размещение ментоловой капсулы в фильтре. То есть сейчас это достаточно обычная вещь, уже многие в фабрике производят. И последнее, что я вам хотел напомнить. Что я вам сейчас не рассказывал, какое безопасное, чистое производство. Оно вас убивает. В среднем каждые шесть секунд в мире умирает один человек от проблем, связанных с курить. Поэтому не хотелось бы, чтобы кто-нибудь из вас был одним из них. Для России это особенно пагубно. Хотелось бы вам еще сказать, что рынок России второй в мире после китайского. Причем при населении, то есть у 47 миллионов США находится на четвертом месте. У них население в городе больше. То есть, пожалуйста, не курите. На этом я думаю все. Спасибо. Вопрос был по поводу расширения табака, о том, что рассказывали. А это как-то влияет на вкус секрет, если не расширять это или никак не влияет? Ну, получается, что главным образом это влияет на то количество табака, которое находится в секрете. То есть табаки, в принципе, те же самые. То есть увеличивается именно, скажем так, пышность табака, и вот закладывается меньше. Соответственно, сигарета тлеет быстрее и выкуливается быстрее. То есть, да, в целом это влияет. То есть, это меньше табаклоренных веществ, что получите. Но, тем не менее, сейчас абсолютно все сигареты используют зоро. Другой вопрос, было чуть-чуть указано о ретонных сигаретах. Что, может сказать, об пользе или, наоборот, больше вредились? Как они по сравнению с обычными? Честно, это очень такой, скажем так, спорный вопрос, потому что есть масса исследований по этому поводу. Но они все очень разнообразные данные дают. И если сначала была такая истерия, что все прекрасно, никакого вреда нету. Это просто чистый никотин, ничего более, чистый пахнет, тем не менее, стали проявляться исследования, доказывающие, что есть какие-то такие скрытые вещи, которые носят гораздо больше вреда. Даже больше еще? Поэтому сейчас очень трудно сказать что-то конкретное. Время покажет. Еще кто-то тоже говорит, что есть ли какая-то, например, по качеству, чем дороже ты, например, лучше будет, меньше вреда в носителе, чем дешевле, тем больше вреда? Я, к сожалению, не могу на этот вопрос ответить, потому что у меня все-таки сфера моей работы именно касается обычных сигаретов. Еще вопросы? Давайте с вас начнем. Есть ли какая-то статистика или официальное отношение табачной промышленности к распространению культуры кальянов? Есть ли какая-то угроза для сигарет, для конкуренции с кальяновым? Спасибо за вопрос. Интересно. Но дело в том, что кальяны, несмотря на то, что сейчас они достаточно сильно развиваются по отношению к прошлым своим периодам, но пока для табачной промышленности практически не представляют угрозы. То есть это рост с 0,5% до 1%, он пока очень мал. Плюс преимущество большое сигареты, именно обычных, перед кальяном, то, что можно в любой момент выйти на улицу и покурить. Чтобы кальяны, то нужно идти в специальное заведение, либо как-то дома устраивать. Это все требует достаточно сложных процедур. Так как обычные сигареты почему не завивают популярность? Именно потому, что достал, закурил, все так. Надеюсь, это у нас вопрос. Да, слушаю. Я сразу извиняюсь, что, может быть, я повторюсь, я послушаю в арсеналовом. С чем, на ваш взгляд, связано резкое уменьшение, ну, субъективное уменьшение качества табака от нового бренда на протяжении даже одного года? Какой период наблюдения? Ну, на протяжении где-то с 2005 по 2012 год. Что могу сказать по поводу качества? То есть, очень часто я слышу такие вопросы, я спрашиваю, друзья, а почему же вот сигареты испортились? Реально могу вам сказать, что на любой табачной фабрике есть такая должность человека, как и главный табачный мастер. Табачный мастер просто. Это люди, которые занимаются тем, что они составляют табачные мешки и принципиально поддерживают их на одном и том же вкусе. Дело в том, что изменение вкуса сигарет не приветствуется, потому что любое изменение всегда будет сразу же шквал писем вопросов, почему мы все поменяем. Могу вам сказать, что глобального изменения никто не приветствует. Это как бы вопрос субъективный. То есть, во-первых, вы должны понимать, что с каждым годом табаки все время меняются. Каждый раз, когда у нас год более влажный или более сухой, это как вино, скажем так. Каждый год он уникальный. И, несмотря на это, табачники пытаются как-то выбрать пример, сохранять тот же вкус. Это раз. То есть, полного идеального постоянства вкуса все равно быть не может. Некоторые различия будут. Во-вторых, меняется технология немножко. То есть, постоянно табачные фабрики обновляют свои технологии, улучшают. То есть, опять же, применяют новые виды фильтрации, применяют новые виды экспонтирования. И, в-третьих, хотелось сказать, что сейчас, особенно сейчас, потрясающе большое количество контрафактов. Когда вы покупаете пачку, смотрите на качество специальной марки. Потому что сейчас поделок очень много, и табак, я вам могу сказать, вообще не соответствует тому, что заявлено. Ну, сейчас явно инвестируют, собственно. Ты правильно делаешь, это да. И еще хотелось сказать, что в основном это чисто субъективное. Потому что многие, как бы это будет таким интересным фактом, что бывает такое, когда маркетинг меняет дизайнный панчик, например, освежение дизайна или дизайн, при этом не меняет абсолютно содержание. То есть, сигареты остаются то же самое. Меняются только этикеты. И после этого всегда приходит школа писем, зачем вы поменяли товар. Это чисто вопрос внушения. Плюс, еще стоит не забывать, что изменения в законодательстве, то есть с 2009 года, введены изменения в законодательстве, ограничивающие количество предел по, так называемой, показательной безопасности, по смоле, никотину и угарному газу. То есть, если раньше были ограничения гораздо больше, можно было сигареты в более свободном пространстве делать. Сейчас все время, все время принижается. То есть, судя по европейским направлениям, то скоро у нас будут сигареты совсем максимально легкие продаваться. Это будет главное. Ну, вот, пожалуй, все, что могу сказать по этому. Спасибо. Еще вопросы? Григорий Павлович, а Вы не можете Вам тогда поменять бред пассивного курения? Потому что многие куличи говорят, что вот ты пойдешь по морозному, а подышишь там в промзоне, и то, что я ремонстно-пассивный вред выкурил, у меня там в фоне это статистическая обовлечница. Ну, дело в том, что по поводу пассивного курения производились множество исследований. В целом, они все говорят о том, что да, вред от пассивного курения есть. Но Вы должны понимать, что, естественно, он гораздо ниже, чем у человека, который отдыхает. Плюс сложности вообще измерения этого в том, что пассивное курение, оно никогда не бывает стабильным. То есть, если Вы приходите в определенное место, где все время курят, то может один человек курить, может два человека курить, может быть кондиционирование, может быть ветер, у Вас может быть заложен нос. То есть, очень много факторов, которые не смогут сказать, что вот от такого-то количества Вы через такое-то количество времени испытаете какие-то проблемы со здоровьем. То есть, очень размыто, но, тем не менее, тренд есть. Действительно, вред есть. Но оценить его и в численных показателях очень трудно. Сейчас, кстати, появились новые исследования по поводу так называемой, то есть, если у нас называется активное пассивное курение, то в английском языке называется first-hand smoking, это когда сам куришь. Second-hand smoking, это пассивное курение. А есть так называемый third-hand smoking, это когда комната, в которой было когда-то накурено, вещи пропитались, табак выветрился. Но, тем не менее, вот пропитка осталась. Вот это, так называемое, курение третьей руки, оно, тем не менее, тоже имеет какое-то влияние на здоровье. То есть, есть исследования, подтверждающие даже такой вред. Поэтому, можно сказать, что да. Да, это вредно. Но сравнить как бы с Малиновского, извините, нет возможности. Спасибо. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова